МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. Сегодня депутаты Госсовета Чуваши собрались на очередную 30-ю сессию. В повестке дня более 20 вопросов с отчетом о работе правительства. За прошлый год выступил глава Чуваши Михаил Игнатьев. На месте сейчас работает наша съемочная группа. Татьяна, добрый день! Здравствуйте, Ольга. Михаил Игнатьев сегодня представил народным избранникам отчет о работе правительства за 2014 год. Глава Чуваши отметил, что финансовый кризис и продовольственная марга наложили свой отпечаток на экономику Чуваши. Но, несмотря на это, приоритетным направлением оставалось повышение качества жизни населения и выполнение всех социальных обязательств, которые взяло на себя правительство Республики. Михаил Игнатьев отметил, что в Чуваши растут зарплаты работников бюджетной сферы. На обеспечение роста заработной платы направлено 3 миллиарда рублей. Особое внимание в 2014 году уделялось и уровню регистрируемой безработицы. По этим цифрам Чуваши занимает третье место в Волжском федеральном округе. Глава Чуваши отметил, что 32 предприятия превысили миллиардный рубеж по объему отгруженной продукции. И на многих предприятиях Чуваши был отмечен рост производства. Михаил Игнатьев также отметил, что в Республике сформирован план мероприятий по содействию импортозамещению на ближайшие 3 года. Планируется реализовать более 52 инвестиционных проектов. И предприятия Чуваши готовы к выпуску новой импортозамещающей продукции. Очень радостно, что все обязательства Республика по социально значимым проектам она выполнила. Радует сегодня, что у нас сегодня бюджет все-таки предусмотрел субсидии гражданам в связи с повышением роста тарифов. Это в части двухкомпонентного тарифа. То есть люди сегодня получают субсидии. Мы сегодня выдержали тот порог, который нам сегодня диктовали по росту цен на коммунальные услуги. Но радует еще то, что все социально значимые проекты, это прозвучало в докладе поддержка сегодня на получение субсидий малоимущим, врачам на селе, учителям. То есть она выдержана, да, сегодня сложно, но я считаю, что социально значимые проекты, они на контроле у правительства Чувашской Республики. И я думаю, что оценку можно дать положительную. Глава сказал, что год был очень сложным. И мы действительно это видим и с точки зрения сложностей в промышленности, и с точки зрения всевозможных санкций, которые действительно очень сильно ударили по возможным нашим развитиям, перспективам и нашему будущему. Но тем не менее, мы видели, что те показатели, которые были заявлены, они были выполнены. В этих сложных условиях обеспечить соответствующий результат, ну, наверное, это результат качественной работы. Я думаю, что сегодняшний отчет главы будет проанализирован комитетом министра, будут выявлены именно эти узкие места, на которых будет сконцентрировано. И мы именно с их анализом пойдем в 15-е годы. Спасибо. Подробнее о вечернем выпуске новостей. Премьер-министр Иван Моторин провел заседание рабочей группы по защите прав дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. По состоянию на текущий месяц в списке проблемных остаются два многоквартирных дома в Чебоксарах, а это 161 пострадавший участник строительства. По строящемуся дому на проспекте 9-й пятилетки заслушали доклад представителя строительной компании «Гарант» Минсаида Зейнуддинова, который рассказал о ходе работ на объекте. Чтобы сдать дом в установленные сроки в 4-м квартале текущего года, председатель правительства Иван Моторин рекомендовал застройщику организовать работы в две смены. Минстрою поручено провести проверку на месте и при необходимости направить соответствующие материалы в прокуратуру и правоохранительные органы республики. Вторым долгостроем на проспекте Тракторостроителей занимается строительно-монтажное управление номер 58. Здесь без жилья остались более 80 участников долевого строительства. Проблема заключается не только в нарушении сроков работ, но и в постоянном росте цен за квадратный метр жилья, что, по словам председателя правительства, недопустимо в отношении дольщиков. У нас есть надзорный орган, кто обязан надзирать за долевым строительством. Это Министерство строительства. Вот в рамках решения нашей рабочей группы, Олег Иванович, приказом своим оформляйтесь, согласовывайтесь с прокуратурой и проводите, если плановое, значит плановое, если не плановое, значит по согласованию проверку. На заседании были рассмотрены и другие вопросы строительства в городе Чебоксары. Как сейчас, так и в дальнейшем решение проблем будет находиться на постоянном особом контроле правительства республики. Александр Гаврилов, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарах состоялся межрегиональный форум журналистов по актуальным вопросам современных СМИ и книгоиздания. С какими проблемами сталкивается журналистское сообщество, в наше время узнаете из следующего сюжета. Вопросы нравственного воспитания современного читателя и телезрителя. Улучшение качества предоставляемого контента. Основные вопросы, которые обсуждались на форуме. На семинаре, который прошел впервые, собрались сотрудники библиотек, издательств, печатных и телевизионных СМИ не только Чувашии, но и соседних регионов России. Предстоители региональных масс-медиа делились друг с другом и опытом взаимодействия с аудиторией. Проводим акции различные в период подписной кампании. Не только интересные различные конкурсы проводим, спортивные состязания. У нас стартовал проект, конкурс рекрутской песни, Чувашской рекрутской песни «Некрут Юры». Население очень активно участвует в этом зрелищном мероприятии. Результатом проведения этого форума должно стать создание программы совершенствования деятельности журналистов. Ведь, по словам Александра Иванова, качественная информация, объективная, полная и достоверная – один из стратегических ресурсов развития общества. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий прошел республиканский этап Олимпиады автослесарей. Профессия эта востребована сейчас как никогда. Автомобильный парк столицы увеличивается в геометрической прогрессии. Ежегодно лучшие студенты техникум в России соревновываются в мастерстве технического обслуживания, ремонте легковых и грузовых автомобилей, в чем заключался конкурс. И кто стал победителем об этом в нашем репортаже. Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий собрал самых лучших студентов-автомехаников из девяти техникумов в Чувашии. Место проведения Республиканской Олимпиады выбрано не случайно. Техникум оснащен современной технической базой по автотранспортному профилю. Ребята на занятиях учатся работать на реальных деталях отечественных, иностранных легковых и грузовых машин, действующих двигателях и генераторах. Участники Олимпиады сначала проверили свои знания в теории по дисциплине охрана труда. Я считаю, что вообще делается правильно, и это помогает ребятам как-то проявить себя. То есть очень важный жизненный этап у них получается, потому что необходимо вспомнить все теоретические знания, все практические навыки и показать здесь все это. Уровень сложности на уровне именно начального профессионального образования, то есть не особо такие сложные задания, но не каждый сможет их сделать. Каждый участник в течение 20 минут должен был справиться с порученным заданием. По итогам Олимпиады самым умелым автослесарем оказался студент Чебоксарского техникума. Я с детства мечтал стать автомехаником, и мне посчастливилось поступить в техникум транспортных, строительных технологий по профессии автомеханик. Мы меняли шаровые, тормозные колодки, диагностику, регулировка фар, балансировка. Я справился с заданиями. Студенты Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий уже второй год подряд успешно справляются с выполнением заданий. Показывают неплохие результаты на всероссийском уровне. Теперь Никита готовится к выезду в Тамбовский политехнический техникум. Анастасия Алангина, Николай Яковлев, Республика. Бизнес на селе. Для кого-то это просто слова, для кого-то вполне реальный проект. Причем для этого вовсе не обязательно быть деревенским жителем. При желании горожане могут добиться многого. А в деревне Кадикосы Маргаушского района идет активная работа по строительству эко-поселения «Зеленая усадьба». Тему продолжит Мария Шоклева. Еще пять лет назад на этом месте в деревне Кадикосы стояла разрушенная молочная ферма. Но землю приобрела семья Горбатиных. И тут появились ресторан, гостиница, баня, теплица. Есть даже собственный зоопарк. Козы, кролики, куры разных пород, фазаны, цесарки чувствуют себя здесь вполне комфортно. Во-первых, это красиво. Наш зоопарк, он сельский. В сравнении с иными зоопарками, наверное, он не такой большой, обширный и красивый. Хотя в Чувашии, наверное, это единственный подобный сельский зоопарк. Зоопарк, в первую очередь, он для души. И, помимо прочего, к нам в наше эко-поселение приезжают дети зачастую. И детям интересно познакомиться с животными. И не только городским детям, но даже деревенские дети, приходя к нам, удивляются, какие разные бывают птицы. Экскурсии по зоопарку для гостей комплекса проводит старшая дочка Михаила. Заботиться и играть с животными ей очень нравится. А это карликовые курочки. Самые маленькие в нашем зоопарке. О, смотрите, яйцо свесли. А вы едите эти яйца? Конечно, они очень вкусные. А это цесарка. У них диетическое мясо. Они нам в огороде помогают тем, что колорадских жуков с картошки едят. Хорошая птичка. Из козьего молока тут делают сыр. Яйца, мясо птицы-кроликов всегда нужны на кухне ресторана. Блюда, в том числе и национальные, готовит жена Михаила. Она же следит за порядком в гостинице. Пока в эко-поселение приезжают друзья и знакомые Горбатиных. Но все только начинается. Мы, наверное, смогли бы запуститься гораздо быстрее и все наши объекты запустить раньше. Если бы власть нас, скажем так, местная полностью поддерживала в реализации. Но, может быть, здесь как раз вопросы связаны с тем, что власти не совсем доверяют каким-то новым инвесторам. Вот сейчас, когда мы на этой земле практически пятый год реализуем проект и подошли к тому, что мы принимаем гостей и рады видеть гостей, к нам отношение изменилось. В частности, я уже говорил, что мы в 2014 году вошли в федеральную программу по туризму. Как раз-то и говорит о том, что государство поняло необходимость реализации нашего проекта и оказывает нам поддержку. Сейчас эко-поселение «Зеленая усадьба» – это 7 гектаров земли, на которой совсем скоро вырастут коттеджи, гостевые дома, таунхаусы. Уже к этой зиме тут планируют организовать горнолыжную трассу с подъемником. И любители зимних видов спорта наконец-то смогут отдыхать на территории родной республики. Мария Шоклева, Николай Яковлев, Республика. Попасть в число лучших сельских школ России – мечта, пожалуй, каждого районного образовательного учреждения. Некоторым это удается. Например, коллективу Муссельминской школы Урмарского района. Школа стала лауреатом федерального конкурса «Лучшая сельская школа-2015». Итоги подводили в северной столице России – Санкт-Петербурге. Около 4 тысяч школ, начиная от Владивостока и заканчивая Мурманском, соревновались за звание «Самый лучший». Лишь 100 из них смогли стать лауреатами конкурсом. В их число вошли и урмарские педагоги. Очень интересно было пообщаться с коллегами, слушать выступления. Каждый рассказывал про свою школу и каждый рассказывал про свои достижения. И у каждой школы есть свои особенности. У нас есть определенные достижения, и нам есть что показать. И мы решили, что мы будем бороться на рамах со всеми. Учителя и школьники очень активно принимают участие в различных районных соревнованиях и конкурсах. Важный аспект – научно-практические конференции и предметные олимпиады. Ученики часто занимают призовые места. Муссельминская школа – одно из немногих учреждений, где специализируются на подготовке кадров для сельского хозяйства. Помимо диплома о среднем образовании, выпускники этой школы получают права от тракториста-машиниста. Что касается девушек, то у них есть возможность обучиться швейному делу. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В Чубаксарах подвели итоги республиканского конкурса художественного слова имени Веры Кузьминой. На поэтическом мероприятии побывала и наша съемочная группа. В исполнении конкурсантов прозвучало огромное количество произведений на русском и чувашском языках. Лучшие чтецы приняли участие в итоговом концерте. Артем Вавилов подготовил отрывок из повести Михаила Шолохова «Судьба человека». За пять дней уже так, с повторением уже все выучил. Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть. Конкурс художественного слова состоялся впервые и собрал немало любителей литературы. Чтецов, поэтов и писателей. Участников разделили на четыре возрастные категории в двух направлениях – проза и поэзия. Самые талантливые получили памятные грамоты и дипломы. Цель этого конкурса состояла в том, чтобы объединить этих детей, чтобы эта любовь к литературе у них не только зародилась, но и развивалась. Не это ли цель года литературы? «Этот конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Вера Кузьминична Кузьминой должен быть традиционным, ежегодным, потому что уже этот конкурс имеет свою значимость». Как отмечают организаторы, такие конкурсы дают возможность чтецам не только проявить свои творческие способности, но и о развитиях. В планах сделать этот конкурс межрегиональным, а потом и всероссийским. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. На этой неделе архивы Республики распахнут свои двери и вечерние часы. В Чувашии решили поддержать ежегодную всероссийскую акцию «Ночь в архиве». Организаторы подготовили для гостей специальную программу. В Государственном историческом архиве всех посетителей будет встречать архивариус в Мантии. Для нынешнего времени это большая редкость. Гостям этим вечером покажут хранилище историко-культурного наследия Республики. Здесь будет работать выставка статей, книг и архивных документов, классика чувашской поэзии Константина Иванова. Работники архива продемонстрируют горожанам фотографии столицы Республики 17-18 веков. Художественные документальные фильмы о войне зрителям покажут в архиве электронной и кинодокументации. Всем желающим проведут и увлекательную экскурсию по фондам. Посетители смогут узнать, в каких условиях здесь хранят старые ленты. Горожане смогут принести с собой документы и фронтовые письма участников Великой Отечественной войны. Их будут бесплатно оцифровывать на электронные носители. Этим вечером в читальном зале презентуют электронный фотоальбом «Герои в строю и поныне». Акция «Ночь в архиве» состоится 23 апреля. Для всех желающих двери учреждения будут открыты с 5 до 9 часов вечера. Мечты не купишь – так звучит лозунг масштабного фестиваля Dream Flash. Здесь каждый может укунуться в детство и зарядиться позитивом. О том, как это мероприятие прошло в городе Чебоксара в сюжете Евгении Егоровой. Яркие костюмы, добрые улыбки, радостное настроение и куча мыльных пузырей – это главный критерий самого яркого весеннего праздника – фестиваля мыльных пузырей под названием Dream Flash. Каждый год главная улица нашего города устилается мыльными пузырями. В этот день сотни нарядных чебоксарцев в красочных костюмах дарят чудесное настроение всем прохожим. По словам организаторов, идея фестиваля зародилась в Москве еще в 2006 году. И вот уже седьмой год подряд праздник мыльных пузырей проходит во многих российских городах. Совершенно разные люди, разных политических взглядов, вообще совершенно разные. Разных возрастов приходят на наши мероприятия, запускают мыльные пузыри, то есть идут в огромной толпой с хорошим настроением через весь город и получают, наверное, от этого какой-то позитив. По традиции все желающие собрались в сквере Чапаева. Среди участников можно было встретить сказочных персонажей, супергероев и просто хороших, добрых людей. Я пришла на этот праздник, на Dream Flash первый раз. Мне здесь очень нравится. Мне кажется, на мой взгляд, для многих это возможность самовыразиться, быть не таким, как все, быть ярким. Но мне хотелось, чтобы это мероприятие было еще более масштабным, веселым, ярким. И чтобы больше людей знало об этом и приходило сюда каждый год. Мы здесь уже третий год приходим, так здорово, много новых лиц, нам очень нравится. Хотя погода немножко не соответствует, но благодаря веселой музыке, хорошему настроению, нам все очень нравится. Веселые, позитивные. К сожалению, в этом году случилось и непредвиденное. В конце фестиваля перед Чувашским драмтеатром полиция задержала нескольких участников. Задерживали людей в костюмах за то, что они ходят, видимо, в костюмах. Заставляли снимать маски, снимать грим. У нас очень ребята заволновались из-за этого. В группе очень много людей отписалось. Просили объяснить, почему это так было, почему вообще так произошло. Мы, конечно, старались помогать всем, кому можем в полиции. Задержанные написали объяснительные. Естественно, прошли. Все-таки с полицией спорить не стали. Написали объяснительную по 51 статье Конституции, что против себя свидетельствовать не будем. И сейчас ждем уже приглашений в суд по этому поводу. Вот так вот весеннее позитивное мероприятие оборачивается проблемами для нас и для наших участников. Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД. 19 апреля в Чебоксарах состоялись массовые молодежные акции Dream Flash. На обеспечение правопорядка были задействованы сотрудники полиции. В ходе проведения массовых молодежных акций, групповых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено. В то же время в дежурную часть поступило сообщение телефона от гражданина о том, что на проспекте Ленина шествие создает затруднения проходу граждан и проезду автотранспорта. Для проверки сообщения были опрошены несколько человек. И в настоящее время по данному факту проводится проверка. Несмотря на это, участники фестиваля все же получили массу положительных эмоций, сделали хорошие фотографии и приобрели множество новых друзей. Но при проведении подобных мероприятий все же не стоит забывать о комфорте горожан. Евгения Егорова, Расиль Мухаммедов, Республика. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин